Против еретиков и о Святой Богородице Опять зверзновенные надежды на помощь Святого Духа, желая разорвать цепи невежества, я занимаю проповедническую кафедру, не стыдясь своего убожества. Будучи расположены к бедным, вы по чувству любви пожалеете меня. Будучи беден, я обращаюсь к богатым, неодержимым и недугом попрошайничества, но стремясь насытить желания вашей богобоязненной души. Вы услаждаетесь моими словами, а я радуюсь за ваши нравы. Я забываю о своей слабости, о скудости своего слова при виде этих прекрасных и любезных зрителей. Ведь я знаю, что не как ценители моих вещей или не как зрители состязаний вы собираетесь сюда, но как отцы работаете вместе с сыном. Я говорю языком, а вы сердцем просите у бога, чтобы мне дано было слово в откровение уст. Эссианам 6.19 По любви к детям вы наши труды принимаете за собственную славу. В надежде на это я без стеснения выступаю с речью. Внимание с вашей стороны освобождает меня от нерешительности. Святая молитва ваша превращает мое неведение в учение о добродетели. Впрочем, все это только для наступления. А сегодня я, припаяться в чресло истинною, одевши на себя панцирь справедливости, обуши ноги в готовность благоуставать мир, выступая на состязании с еретиками. Я вступаю в битву не словами сражаясь против слов, не риторическим красноречием разрушая связь предложений, но тщательным исследованием божественного слова, уничтожая искусное построение еретиков, как ткань паутины. Следующее место читается у апостола. Римлянам 11.33 Что говоришь ты, Павел? Богатство Бога в глубине лежит и в высоте познается. Да, говорит, и в глубине, и в высоте. В глубине по человечеству, а в высоте по божеству. Так именно говорил Бог через пророка Кахаву, открывая домостроительство. Проси себе знамения у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. В глубину по отношению к домостроительству воплощения, а в высоту по отношению к учению о Боге. Как именно глубоко знамение быть рожденным Девою? Так высоко и предсказание, что от Бога Бог родится. И вот, брат, если ты станешь заниматься ненужным и любопытствовать, ни высоты не поймешь, ни глубины не найдешь. Священные оба рождения Христа, и то, и другое. И то, которое по природе, и то, которое вопреки природе. Именно вопреки природе в последние времена он родился от Девы. А согласно с природой, он прежде веков был рожден от Отца, так как знал родивший. И это небесное рождение не ложно. Истинно Бог от Бога родился, истинно и от Девы человеком Бог между людьми родился. Вверху один от одного – единородный, а внизу один от одной – единородный. И как по отношению к верхнему рождению нечестиво предполагать Матерь, так и по отношению к Деве будет богохульством предполагать Отца. Отец родил неделимо, а Дева родила невредимо. Ни Отец родивший не потерпел истечения, потому что родил так, как подобает Богу. Ни Дева по рождению не испытала тления. О, новое чудо! О, священное и неизъяснимое таинство! Осмеливаюсь сказать, и утверждая это, не ошибаюсь. И вверху девственная природа родила, потому что чисто и нетленно существо божества. И внизу Дева нетленная родила нетленного, о котором и сказано, «Ибо ты не оставишь души моей в Аде и не дашь святому твоему увидеть тление». Когда природа идет по обычному порядку, тогда ты, человек, ищи согласного с природой. А когда Бог повелевает что-либо, тогда природа отступает от своего порядка и делает то, чего хочет закон Божий. Например, Бог повелел в скале в пустыне выпустить воду, и она выпустила не то, что имела в недрах, а то, что вложила повеление. И вот как скала сделалась источником по мановению Божию и произвела быстрый горный поток – вод. Причем не заняла их из лежащей внизу жилы или от реки. Но, будучи сухой, без ключа и без влаги, сделалась матерью потоков, обильно пролив ту воду, которой у нее не было. Так и не познавшая мужа Дева по наитии Святого Духа родила плотью Господа нашего, не подчиняясь порядку природы, но силой Вышнего уготовляясь к рождению. Не по закону природы она родила, но, получившись силу от Святого Духа, родила так, как восхотела благодать Божия. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Лука 1.33 Если хочешь знать, как природа отступает от своего порядка, чтобы вопреки себе самой служить желанию Бога, спроси жезл Ааронов, скажи, жезл сухой, как ты произрастил листья и плод весьма короткое время вопреки природе? Моисей ведь не стыкал тебя предварительно в землю, не поливал водою, не время вызвало твои корни, ты не переживал ни лета, ни весны, не испытывал ни зимы, ни осени. Итак, каким же образом ты дал листья и цветы, и плод? Не изменением в воздухе, говорит жезл, или переменам времени, года, я покорился, но подчиняясь Божественному Слову, нарушил природу и вопреки ей дал плод, чтобы и по природе, и вопреки природе мы подчинялись воле самого лучшего художника. Итак, человек, как жезл, вопреки природе, дал плод, чтобы иудея поверила, так и живой жезл, царственная дева, родила помимо брачных законов, чтобы спаслась вся вселенная. 910. Но, может быть, ты скажешь, что за сходство между жезлом и девою, рождающую? Смотри, как много сходства. Этот жезл был образом девы. Он образ, а она истина. Он наперед взятый образец, а она самый предмет. Как тот жезл дал плод вопреки природе, так и здесь. Вопреки природе, дева произрастила свет благочестия, и произойдет отрасль от корня Исеева, и ветер произрастет от корня его, и почеет на нем Дух Господень. Исайя 11.1 Значит, не напрасно Павел удивляется богатству Божию, то есть домостроительству воплощения Христа. О неверие еретиков! О неистовый и богопротивный язык Иш! Павел, гражданин небес, созерцатель рая, пламенный поклонник Христа, слушатель невесимых тайн, исследователь вселенной, затрепетал и смутился. А вы, исследуя божество, не содрогаетесь. Павел называет суждения Божие неисследимые. А ты о природе Отца рассуждаешь как о легко постижимой. Удобный случай пригласить тебя к тому, чтобы ты сокрушением вспомнил о своих непонятных суждениях. Ты не понимаешь, как родила Дева, и желаешь знать, как родил Бог. Как произошло рождение Христа по плоти, в одни ирода ты не знаешь. А осмеливаешься исследовать и намереваешься проверять рождение от Отца, бывшее безначально, неизъяснимо, священно и незреченно, прежде всякого понимания, прежде времен и веков, без всякого посредства. Если Фома, будучи апостолом, осизав распятое тело Христова, не остался без порицания, то какого же наказания достойны не рукой, касающиеся тела Христа, а языком, исследующей вечную его божественную природу. Фома, видя тело, осизал его. А эти стали исследовать божество, которое не видели, как будто бы, увидев его, скажи же, изумительный и увертливый Ритар Евномий, трояким образом различающий природу божества, недалеко отстоящий от того, чтобы вымышлять богов, Для чего ты называешь Христа сотворенным, а не рожденным? Для того, чтобы, говоришь, не приписать несознанной природе Бога понятие отделения, так как рожденному необходимо приписать отделение. Если так, то и творящему необходимо приписать труд. Тот, кто творит, не без труда творит. Поэтому, если ты отказываешься назвать Отца Отцом, желая избежать мысли об отделении, то не называй Его и Творцом, чтобы не внушить мысли о труде и утомлении. Но по отношению к Богу, говоришь, мы должны иметь не такое же суждение, какое имеем о людях. Люди созидают, созидают с трудом и потом. Бог же созидающий, созидает без труда. Природа ведь его несложная. Если же так, о мудрый и знающий! Если Бог, когда творит, творит без труда, то разве Он не может рождать без отделения? Но, может быть, когда творит, без труда творит, как Бог. Когда же рождает, то как человек испытывает отделение. Тогда выходит, что творя Он остается бесчувственным, а рождая испытывает человеческое чувство. Содрогаясь и боюсь, и трепещу богохульного, бесстыдного и необузданного языка еретиков, представляя себе, как они тому, что Дева родила невредимо, верят, а в том, что Бог родил, сомневаются. Девственная утроба Девы после рождения осталась невредимой, а природа Отца по рождению не избежала отделения. Дева и после рождения осталась Девой, и рождением не нарушила девство. А отец после рождения не может оставаться тем же самым, так, чтобы его существо оставалось без отделения и изменения. Там, где тело, где стройное согласие частей, состав костей, порядок в нервах, множество жил, связи членов, плод в очереде матери явился так, как он знал, образовавшись в девственной утробе неизъяснимым образом. А там, где нет ни тела, ни членов, ни суставов, ни нервов, ни костей, ни жил, но неосязаемой, бестелесной и невидимой природы, ты вводишь понятие об отделении и думаешь об уменьшении. Вышел из утробы, и утроба осталась девственной, потому что тот, кто без семени устроил себе в Деве одушевленный храм, сам и сохранил, как Бог, утробу целую. Дела божественные не подлежат природе вещей, не повинуются по велению Бога Слово. Иногда Бог созидает согласность с природой, чтобы ты знал благоустройство природы, а иногда творит вопреки природе, чтобы научился разуметь силу творящего. Как не все совершается согласно с природой, чтобы природа не прославлялась вместо Бога, Так и не все бывает вопреки природе, для того, чтобы тогда беспорядок в природе не отождествился с тем, что допускается против природы. Бог образует согласность с природой, но делает и вопреки ей, чтобы ты научился знать, что природа движется из согласия сама с собою, наподобие слуги, но бежит и вопреки себе самой, исполняя повеления Божия. 911. Скажи же ты, вопрошающий о том, каким образом Христос, выйдя из девственной утробы, не разрушил печати девства? Скажи мне, каким образом из девственного Адама произошла Ева? Богородица Мария, не познавши мужа, родила мужчину. Первоздавный Адам, не познав жены, произвел женщину. Но рождение для девицы, хотя и неожиданно, все-таки еще имеет некоторое объяснение, насколько живота утроба представляется естественным путем для рождающихся. По отношению же к Адаму, все это не имеет места. Видел ли кто человека, рождающегося от ребра? Приносило ли, когда ребро плод? Бог навел сон на Адама, чтобы он не опечалился по случаю отнятия ребра, но вместе с тем усыпил и связи в нем. В связи это природные нервы, как свидетельствует об этом Даниил, говоря. И видел я в видениях, и был сокрушен, и члены чресл моих расслаблю. И вот ребро, утвержденное по закону природы, с прикрепленными нервами, покрытое плотью с жилами. Каким образом он вынул? Как оторвал? Как и ребро взятое, и Адам остался цел. Каким образом? Кто разрешил? Тот знает, кто развязал, тот и связал. Ведь если бы один связал, а другой развязал, тогда возник бы вопрос. Но когда развязал тот же, кто устроил, вынул ребро тот же, кто образовал ребро из земли, то один он и знает, как он развязал. Один он и понимает, как он устроил согласное сочетание частей. И вот как после изъятия ребра Адам оставался целым, так после выхода плода и дева осталась невредимою. Ни водами не потерпела вреда соотношение членов после того, как взято было ребро. Ни печать девственности не нарушилась после того, как вышел младенец. Как если бы у нас кто-нибудь захотел у другого вынимать жилу, то измучил бы и умертвил его по неопытности. А кто связал, тот без труда и развязывает, потому что знает взаимное соотношение связанного. Так и Бог, образовавший, связавший и опоясавший тело. И связи нервов знает, и как ребро ребра касается, и суставов, и член, и связи нервов. Поэтому он и ребро извлек из того, что связал искусно и премудро. И Адаму не причинил этим вреда. Образовал самого себя единородный сын Божий в деве. И образуя, ни девство не нарушил, ни утробы, выйдя через нее, не повредил. Еще вот что, скажи, мудрый и знающий, что легче, девице родить и после рождения остаться девственницей? Или жезлу превратиться в удушевленное существо и живого опять сделаться жезлом? Каким образом жезл Моисея стал змеем? Как неудушевленный предмет получил душу? Каким образом то, что не может двигаться, поползло по земле? Как из змея опять сделался жезл, узнавший свою природу? То из жезла змей, а то из змея опять жезл. И вот человек, как жезл Моисея по природе своей был жезлом, а по домостроительству змеем, так и Мария по природе была девою, а по домостроительству сделалась матерью, чтобы волхвы халдейские уверовали. Все равно, как жезл сделался змеем для того, чтобы устрашить египтян. Разве ты не хотел бы, чтобы дева послужила спасением вселенной? Во время землетрясений бывает, что стены трескаются и опять соединяются. А при рождении Христа, разве утроба не открылась и опять соединилась? Во время землетрясений стены так трескаются, что угрожают опасностью смерти. И затем так соединяются, что в наружном виде не оказываются и следа трещины. А при нетленном том рождении ты не хотел бы, чтобы утроба раскрылась в честь рождаемого. И затем сошлась, соединилась и приняла вид девственной, по силе действующего. И не говорим, ниоткуда возьмется плоть и кровь, если не заложено семени. Ведь из того, что бывает с нами, мы можем научиться понимать то, что лежит выше нас. Вот для примера к сказанному ученики живописцев, которые часто рисуют и деревья, и растения, и луга, и реки, и когда они имеют перед глазами природы для срисовывания, искусственным соединением красок стараются представить изображение вещей. Рисуют реку, ничего не заимствуют от течения рек. Изображают человека, ничего не прибавляя к этому, от человеческой природы. Так вот, как живописцы с помощью красок и человека, и ручья, и реку изображают, ничего не заимствуют ни от ручья, ни от реки, ни от человека. Конец.